В долг у банков казахстанцы берут вне зависимости от курса национальной валюты. И вот сегодня стало известно, что жители страны стали справнее платить по кредитам. Почти две трети соотечественников, имеющих суды в коммерческих банках, дисциплинированные и платежеспособные заемщики, которые платят по долгам вовремя. К таким выводам пришли эксперты Первого кредитного бюро. Они оценили состояние финансового рынка и поделились ожиданиями на этот год. Согласно исследованиям экспертов, на начало 2017 года казахстанцы заняли у банков 4,5 триллиона тенге. Это общий объем розничных кредитов. При этом доля просроченных снизилась с 20 до 17%. То есть условно с оплатой долга банку раньше затягивал каждый пятый владелец кредита, а сейчас каждый шестой. Мы одновременно еще мониторим индекс кредитного здоровья. Сейчас он у нас на конец года сложился на уровне 70%. То есть мы 70% населения оцениваем как потенциально хороших заемщиков. Это очень хороший показатель для нас. В корпоративном секторе по долгам платят еще исправнее. Уровень просроченной задолженности там не превышает 15%. А значит у банков есть стимул наращивать кредитование бизнеса и дальше. Я думаю, что с одной стороны у нас наращиваются объемы государственных программ по бизнес-кредитам. В этой части часть банков все-таки продолжат наращивать портфели за счет корпоративного и бизнес-кредитования. В целом финансовый рынок Казахстана становится более конкурентоспособным и устойчивым к внешним шокам, считают эксперты. Во многом благодаря тому, что Насбанк повысил требования к коммерческим банкам по их капитализации и ужесточению кредитной политики. Владимир Бовкис, Норд-Уледжик Сыбаев. Итоги Дня Алматы.